Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Радионор, а с вами Анайдзалаля. Сегодня мы поговорим о том, как отразилась вся эта ситуация, связанная с чрезвычайным режимом на молодежи. И для этого мы свяжемся с Ириной Корсклян, координатором программы ПИТА, и с волонтером программы ПИТА Ламарой Харпертян. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как работает Ваш офис в этом чрезвычайном режиме? На данный момент мы не посещаем офис, мы работаем только онлайн. Лебинары и тренинги проводятся у нас онлайн. А какие трудности с этим связаны? Есть ли какие-то трудности в работе онлайн? Ну, трудности такие, ну, не всем бывает у того, на это время, так как у нас здесь студенты и ученики, у некоторых бывают уроки, у некоторых лекции, поэтому не все могут присутствовать на данных тренингах. А какие-то мероприятия с Вашей стороны проводятся с целью превенции или нет? Если проводятся, то какие? Мы очень часто встречаемся онлайн, проводим встречи на тему превенции коронавируса. Мы снимаем фильм дома. Мы, как говорится, челленджем фото. Наши ребята сфотографировались с плозунгом «настаться дома» и так далее. Ну, вот такие мероприятия проводятся. То есть призываете жителей сидеть дома, оставаться дома с целью защиты, как защитить себя, так и окружающую. Да, конечно. Вы, вот как личность, как на Вас отразилась вся эта ситуация? Конечно же, отразилась. После таких активных действий, мы сразу сели дома, и это очень непривычно сидеть дома. И онлайн тоже сначала работали, и было очень непривычно. Сейчас уже потихоньку налаживаю. А вот дома, сидите дома, есть у Вас дети, да, уроки проводите онлайн. Вот что Вы можете об этом сказать? Да, это трудно. Конечно же, очень трудно. Мы все время перед компьютерами, Илья, и дети, все время, все время дома, но не вместе, вот можно так сказать. В онлайн-режиме? В онлайн-режиме, да. А вот какие трудности это вызывает? Вот на что может повлиять вся эта ситуация? Вот сидите дома, все время в онлайн, делаете уроки, есть какие-то трудности? На психологическое, может быть, на... Психологическое, конечно же. Стресс у нас, ну не у меня, конечно же, но часто встречается с стрессом, извините. Ну, те, кто не работал, не выходил из дома, на них, наверное, никак это не влияет. Но те, кто все время работает, сидит дома, просто так, или онлайн работает, все равно, а это все-таки стресс. А вот... Да, а вот что вы можете сказать насчет того, увеличится ли семейное насилие, то есть насилие в семье после всего этого, когда все остаются дома, как ты думаешь, вот... Насилие в семье... Ну, если было в семье насилие, то так и остается, но если не было, наверное, я не думаю. Если люди очень хорошо понимают друг друга, наверное, найдут более способы выйти из этой ситуации, чем насиловать друг друга. Вот, 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 вот это... А были ли с вашей стороны какие-то нарушения режима, или знаете ли вы, какие нарушения, вот, в основном, часто встречаются у нас? Нет, вот, с твоей стороны не было. Так слышала, но не знаю, были ли, мне интересно. Конечно же, я не нарушаю. Среди молодежи, среди тех, кого вы знаете вообще, как вы думаете, следят ли молодежь за правами, обязанностями, как они все это принимают, эту ситуацию, и как следуют правилам? Ну, тех, кого я знаю, да, они следуют этим правилам и не выходят из дома после девятий. Но вы можете сказать, например, вот, как начинается ваш день в вашем доме, в вашей семье? С уроков, конечно же. Ребенок ходит в школу, конечно же, у нее начинаются уроки. Мы встаем, делаем свои уроки. Потом по магазинам идем, что надо покупаем, возвращаемся домой. То есть, так, муж работает на электростанции, если там какие-то пипе, они ездят на работу, и все. В основном это... Какие темы вы проводите, тренинги? И кто проводит, есть ли эксперты? Тренинги в основном проводятся на разные темы, которые у нас раньше были. В основном сейчас, на данный момент, как и у всех, коронавирус, COVID-19, все говорят об этом только, и мероприятия только об этом. А тренинги, в основном недавно были тренинги о защите экологии, лидерства, насилие в семье, ранее браки. С одной стороны, онлайн, онлайн-режим очень хорошо, так как мы раньше не могли часто участвовать на тренингах наших спикеров, и на данный момент у нас есть возможность на этих тренингах онлайн. А вот чем помогают ваши тренинги? Помогают ли проводить тренинг про окружающую среду, про семейное насилие и тому подобное? Как вы думаете, помогают ли это нашим жителям? Или вообще, какие плюсы есть после ваших тренингов? Ну, участвовав на тренингах, не могу сказать, что насилие вообще исчезнет с лица земли, но что-то изменится, конечно, в людях. Ну, те люди, которые хотят измениться, может изменять себе что-то, конечно. Спасибо, Ирина, за то, что согласились на интервью, нашли для нас время. Пожалуйста. До свидания. Это была Ирина Корсля, а сейчас мы свяжемся с волонтером программы ПИТА Ламарой Хафердян. Здравствуй, Ламара. Как представительница молодежи? Как ты чувствуешь себя в эти дни в чрезвычайном режиме дома? И вообще, как отразилась на тебя вся эта ситуация? Как ты чувствуешь себя в этом месте? Я не знаю, что мы делаем. Мы делаем на ладошке тренинг, в COVID-19, в ходу, что мы делаем на ладошке. Мы делаем на ладошке, что это то. Какие трудности есть в СИЗИС онлайн уроками, тренингами? Если есть какие-то трудности, как это связано? Да. Я делаю это, что мы делаем в кабинете, мы делаем на повороте, а просто не будем приглашать тренинг кипятки. Я делаю это. что мы делаем время, которые держим тренинги, у нас отдельно, который я делаю в шоке, и мы делаем это очагирование, что мы хотим улетел. И в России. И это было очень много доказательств. Какие тренинги И как вы пытаетесь улучшить ситуацию, помочь людям? Что вы делаете? Что вы делаете в программе, да? И тренинги связаны именно с этой программой? Как ты думаешь, молодежь в этом чрезвычайном положении делает какие-то нарушения или же следит с правами, то есть не нарушает закон? Что вы делаете? Что вы делаете? Когда мы с вами читали, мы не хотим, чтобы мы не хотели, чтобы мы не хотели, чтобы мы не хотели. Спасибо, Ламара, что согласились с нами на интервью. Желаю вам удачи и терпения. Я расскажу, что рисуем, что здесь у нас были ортенов, сложные октягорты, опытные содержания, трудовые. Им придется в 3 до 6 сетях, если эти люди не хотели не искать. Мы хотели, чтобы она не отвечала на то, что мы хотели, чтобы мы хотели, чтобы мы не хотели, чтобы мы не хотели. Спасибо. До свидания, Ламара. Песня, спасибо. Дорогие радиослушатели, наша программа подошла к концу. Напомню, что мы говорили о том, как отразилась вся эта ситуация, связанная с чрезвычайным режимом на молодежь. С вами была я, Анна Ицалалян. До свидания.